Второй ход Друида, всем привет, очень темпово, очень классно, сейчас будет чудо в исполнении Гафа, он просто за-са-лит Ну вот так вот, вот так вот, четыре хода Фейсхант, мое время прошло, теперь мой лучший друг, это Трок Друид Всем привет и приветствую вас на моем канале За микрофоном, как все плейяды, добро пожаловать в самый первый геймплей по новой мете раскаленных альтеракам По новому дополнению я уже успел снять несколько видосов, однако все эти видосы относятся к стриму Терри Крафта Это была нарезка со стримов Терри Крафта и просмотров, не то чтобы те видосы набрали, потому что, видимо, люди были прям, ну, жаждели увидеть своими глазами и потрогать карты сами И, соответственно, вместо того, чтобы спойлерить себе немного игровой процесс, но не волнуйтесь, время настало И самое время посмотреть на те самые колоды, которые прямо сейчас меня просто невероятно вставляют И первая дека — это новый абсолютный архетип, которого раньше не было, потому что раньше не было такой кончено сломанной карты, как Трок Железного Рудника С Трогом Железного Рудника вы наверняка уже знакомы, если вы минимально вообще играли в новой мете Сейчас давайте вот так вот затрейдимся, чтобы сделать подобный ход, усилить нашего Трога 2.5 Чтобы вы понимали, как эта штука сломала ладер и почему я жду нерфы, если они будут в ближайшее время Почему я жду в списке нерфов именно Трога Железного Рудника, хотя бы со статами 1-1, а не 1-2 без изменения эффектов Так это все из-за его нового эффекта И о синергиях этого друида, почему именно в этом друиде я считаю Трога невероятно имбовым И почему я считаю эту колоду прямо сейчас фаворитом новой меты, обо всем мы в этом ролике поговорим Итак, смотрите, Трог Железного Рудника, это карта, если вы вдруг про с нее еще не сталкивались, 1 мана 1-2 редкая общая То есть ее можно в любую колоду положить, 1 мана 1-2, статы смешные, но вся фишка заключается в эффекте После того, как противник разыгрывает заклинание, призывает копию этого существа Другими словами, если оппонент разыграет ремувал, заклинание, да, какое-нибудь, которое не уничтожит Трога моментально после своего розыгрыша А ставит ему хотя бы одну единицу здоровья, то Трог себя скопирует и выдаст вам на стол ровную свою копию Со всеми эффектами, со всеми пресмертными хрипами, если вы туда их накинете, со всеми бафами, которые на этом Троге есть И, соответственно, благодаря тому, что в этом Друиде есть много дешевых забафов, так как мы прекрасно знаем, как работает токен Друид Благодаря тому, что у ордынцев все-таки не такая пососная легендарка, как альянсовцы считали И Дректар, с учетом невероятного рампа и скоросвета озарения, все это дает, ну, невероятный буст и практически не оставляет шансов, ну, ни единой колоде И, смотрите, почему здесь гаф, да? Многие задают вопрос, я на стриме на этой колоде играл Многие задавали вопрос, почему в этой колоде гаф И почему я просто, ну, постоянно говорю, что, ну, все, гаф это 100% невероятно круто Ну, все потому, что я вот буквально три кнопки нажал, и мы уже имеем на столе 9.11 Трога Главное, очень четко это все подсетапить, чтобы гаф, так как он случайно существовал, ваше дружественное будет бафать, а не самого себя Подсетапить это ровно под Трога, то есть, ну, это, вы видите, конечно, невероятно Оппонент, к сожалению, наш так просто не сдастся Тут вряд ли стоит ждать чего-то подобного Но, в любом случае, за счет... Хороший, не буду говорить невероятный, потому что что-то как-то, знаете ли, могу немного перебздеть и перехвалить ордынцев, да? Легендарки их Дректара, да, мы при помощи Искроцвета уже со второго хода можем выставить его И он призывает всех остальных существ, тут в этой колоде всего лишь четыре, найс, считаю Дректар, гаф и два Трога Собственно, выставляешь Дректара и кайфуешь Да, здесь, конечно, есть самая неприятная карточка, против которой вы можете попасть Этой карточкой будет Мастер Хунка Самура, но здесь ничего абсолютно не сделаешь Выставляем еще Дректара, это не БМ, это чтобы продемонстрировать, как он работает Еще одного Трога вызываем и... Да, это просто... это просто мат Почти в четыре хода Окей, ребят, следующая катка, мы с вами попались на Паладоса Паладос наверняка будет с миллиардом бафов, с манускриптами Интересно, рассчитывал я немножко на другое, но что получили, то получили Посмотрим, сможем ли мы справиться с его натиском Возможно, с его Трогами Там уже опенинг очень сильный Два Алдора служить... две Алдорки служительницы Это страх, но мы покажем еще больший страх прямо сейчас Главное нам ральнуть гафа одного хотя бы Гаф на месте Природа на месте Еще немножко природы на месте Немножко природы на месте В итоге все на месте, раздуплились Второй ход друида, всем привет, очень темпово, очень классно Остается только надеяться на то, что у этого чебурека не найдется ремуволов Потому что ремуволы это очень неприятно Семена в почве подъехали моментально То есть, ну сейчас, извините Заход такой, что лузать ну совсем не хочется Давайте все-таки провокацию, так как она точно отлетит здесь, отдадим чуть-чуть жестче Там забафов много быть не должно на самом деле Но, блин, из страха чисто, из страха я вот так вот разменяюсь один разочек и пойду в лицо остальным Тут мы точно не пропускаем 11 дэмэджа, тут надо его уже сетапить летал Пора, у нас два заклинания природы еще есть, поэтому, скорее всего, все засетапится как надо Тем более, если он захочет кастовать заклинания, а не выставлять карель с натиском, от которой я отыграл Трок скопируется и вместо 4-4 нас требует стоять 8-8 Там может быть провокация, 1-1 бабл, последний оплот его Но там есть метла, интересно Есть баф, 4-4 копируется Здорово Как бы хз Естественно, это минус гав, потому что очень много дает Или подожди Если не минус гав, тогда это минус лицо Тогда минус лицо Ситуация патовая ГГ Ну, вот так вот Вот так вот Четыре хода Слушай, ребят, следующая катка, мы с вами попались на охотника И прямо сейчас у нас, мягко говоря, очень будет необычный план на победу Дело в том, что у нас есть гав-гавыч, да, он пришел к нам в руку Он не особо, как бы, мы ему не особо радуемся обычно Но прямо сейчас, если что, у меня экстаз Так как рука просто намекает на то, что на третьем ходу, если там не будет трога Какого-то залетного от ханта Потому что сейчас все агрессивные колоды играют трогов Потому что это слишком сильно Да, ничего не будет Здороваться не буду, потому что подумайте, что БМ Но, ребят, сейчас, конечно, будет чудо Сейчас будет чудо в исполнении гафа Он просто засолит Он просто засолит Потому что он кто? Он соливар Он соливар Тут нечего даже интересоваться, спрашивать Есть сердце дикой природы Еще у нас куча зверей Просто куча зверей Так что мы это дело оставим Вот Плюс у нас есть за счет того, что мы с природоведением это раскопали Небольшой дебаф, да О, точнее, баф Гаф сразу отлетает Но ничего страшного Ничего страшного Абсолютно, братан Братан, ты можешь издеваться над моим гафом сколько хочешь Он свое дело сделал Новый баф свое дело сделал И мои черепашки-ниндзя вместе с детенышем Марзула Отправляются себе в лицо на миллион дэмэджа Как справится Хант с этой агрессией? Я подозреваю, что никак Потому что, ну, здесь слишком много урона 4-5 неудобные Неудобные для трейда существа То есть там как бы он может выставить какого-нибудь люторога Но мы с абилкой нанесем ровно 13 дэмэджа Здесь даже и люторогов не будет Ничем это не пахнет Каких-нибудь там выставят мне Да, 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 да Фейсхант Мое время прошло Теперь мой лучший друг Это трог-друид Что ж, ребят, следующая катка И мы с вами попались на паладоса Паладосы сейчас тоже довольно-таки частые Друзья наши, да Очень часто вы будете против них попадаться Это манускрипт паладос, интересно Но, как видите, у нас есть первый ход У нас есть трог Как бы трог в первый ход Есть инфа, что не контрится Не буду особо как-то это дело развивать сильно Но, действительно, есть небольшая информация Что это законтрить очень-очень сложно Слушай, есть и псарня Есть и рунические письмена Но перегрузку я, честно говоря, не очень хочу Хочу на следующем ходу этих северных волков разыграть А пока что сделаем вот так просто И пойдем в лицо Ну, тут, конечно, может он нашего трога затрейдить Здесь я не решился сделать искросвет в обилку Чтобы 100% засекюрить нашего трога на столе Тем более, там есть ожившая метла Но я все равно не понимаю Угу, окей, 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 хорошо Хорошо, давайте попробуем сейчас С направляющего света луны найти какой-нибудь баф Либо с безразмерной сумки за две маны Тоже можем раскопать какой-нибудь баф Давайте с нее откроемся Есть терновые стражи Есть и рудник лезьного зуба Который позволит нам на следующем ходу Грязь лютую сделать Ну, давай, например, терновые стражи Я не думаю, что там будут какие-то ауе-ремовалы Сейчас у паладосов Они такое не играют Поэтому сделаем так И подождем Может быть мы с направляющего света луны Залутаем дректара Либо гав Может быть с чего-нибудь другого Сейчас противостояние против баф Паладинов идет прям конкретно Я очень часто замечаю Что мы попадаемся именно против этого матчапа Наверное... Наверное, ладно Я немножко подожду здесь Давайте сделаем клинание ауру Здесь трейдиться не буду Потому что все-таки трейдить Это давать две провокации Туда, где нам нужно засекюрить нашего трога Чтобы он точно жил Лучше так, ну, не делать Плюс, конечно же, мы боимся самура Самура это самая страшная карта Против которой мы вообще можем играть Самура в принципе контрит это дело Но его нужно очень хорошо разбафать С чем справляется только-только паладос Это нужно... Давайте попробуем что-нибудь найти Там есть искроцвет Там есть прелестное нашествие Там есть еще семена в почве, да? Так, давайте, короче... Искроцвет Все бафы даем в нашего мужика Всем плюс один, плюс один Трейдим вот так Трейдим 2-1, чтобы не было таргета под баф Вставляем 6-5 на столе Теперь, когда он делает заклинание Любое, даже монетку Предзвется еще один 6-5 Из бафов у него только знаменосец Альянса Сейчас забафал всю руку на плюс один, плюс один То есть там самура выйдет 2-7 Не особо страшно Да, там выйдет 5-7 Вместе с этим кринжовик Но нам тут повезло с Табдека Получить лунное затмение И благодаря этому лунному затмению Мы с вами сможем Еще и за счет бафа За ноль и обилки Мы сейчас сможем затрейдить эту стенку И пойти в лицо Но стоит понимать, что как бы там есть Довольно-таки противные манускрипты Но, опять же Манускрипты это заклинание Соответственно, он захочет сейчас На 8 захилиться, поставить 8-8 Появится еще один трок железного рудника И мы это заберем Плюс сходим в лицо Он как бы в плюсе будет Окей Окей, окей, окей Не хочет ничего колдовать Ну а мы с вами максимально стараемся контролить Вообще все, что есть на столе Вообще все Потому что паладосом Оставлять на столе Хоть что-то Это крайне опасно И очень неприятно Тут, опять же, может быть самура С тройкой, которая дает ему Баббл и плюс 2, плюс 1 и аджор И тогда, в принципе, мы закончились Да, тут такие моменты есть Если вы не успеваете засну Болеть вашего понятного До 4-5 хода Тот же самый паладос Может найти ответ Нашел Вариона, окей Ну Варион страшно Да, скорее всего, тут Варион просто забирает Одного трога Точнее, не скорее всего А 100% А уже со вторым Как пойдет Но, в принципе В принципе Мы можем сейчас Нашего кринжевика Забафать Еще поставить Но это такое Это такое Это такое Это такое Там, естественно, все есть Все на месте Мы будем здесь трейдить Прожить никак он не мог Там, потому что Баф дает плюс 2, плюс 2 Вот, просто до конца душим И надеемся на то, что Это карель камбэкнуть не сможет Но сейчас я просто жду Его, ее манускрипт В принципе, луз с нашей стороны Закономерный Потому что наши ресурсы закончились Ну, должен быть все-таки Какой-то минус в нашей деке Это вот подобные мувы Давай, хиллы поехали Да, был он с самого начала Там одна дисбалансная колода Из настоящего Пытается победить Дисбалансную колоду из прошлого Но ничего не удается Такие вещи тут не выиграть Но есть безразмерная сумка Окей, за 8 Он ничего не потянет Ну, давай Кенари, да Приколов накидаем Накидаем приколов Тут, естественно, бабл снимем Ну, слушай, безразмерная сумка Если что, это был самый лучший, наверное Тапдек из всех, который мог быть Ничего мы там по ресурсам не нашли особо Да, тут как бы затрейдиться мы можем Ну, а на деле, да Там тоже троги играются Тоже очень сильная колода В топе колод показывал Но у меня без манускрипта был вариант И тут луз Как говорится, схлестнулись Говно с мочой И говно в виде паладоса В этот раз победило Неплохо сыграно Что ж, ребят Походу наступило Долгожданное столкновение Того самого Того самого У нас сразу же Сразу же Есть трог Он приходит с Тапдека Это сигнал Это сигнал о том, что Мэйби победка Мэйби победка Просто если мы столкнулись сейчас С вами С той самой колодой А именно В Мирор Скажем так Мы сейчас в Мироре находимся То это будет прям Максимальный мем Компост возьму Потому что дешевый спелл Просто будет природы Есть гаф Можем поставить гафа на следующий Но это будет не очень хорошо На самом деле Лучше гафа с Дректара поставить Он будет стопроцентный И терновыми стражами Мы здесь немножко закроемся Хотя Можно в принципе И безразмерную сумку будет сделать Нет Лучше терновые стражи И на следующем ходу Как бы мы делаем терновые стражи Природоведение С этапем В какое-нибудь дешевое заклинание Ставим Дректара И начинается прям Нормальная такая тема А вражеский друид Может убрать нашего трога Без проблем Просто лунным затмением Такой ремовал там есть Если мы в Мирор Естественно попались Это будет не очень хорошо Но не смертельно Так как у нас все еще Есть еще один трог в колоде Есть гав В руке у нас Дректар То есть как бы все за работой Вопрос лишь в том Сможет ли он Нахайролить себе Дректара С какого-нибудь там искроцвета Как я вот показывал вам Демонстрировал уже Это да Это есть Но пока просто сидим ждем Что он там предпримет Пока что ничего не предпринимает Походу он тельтанул От трога и вышел Такое тоже может быть Ага тельтанул На глазок есть Так понятно Что Тут конечно челик Очень долго Думал Стоит ли ему Трогу давать возможность Раздупляться И в итоге Пришел к выводу Что стоит Окей Сделали немножко Закрыли немножко стеночками Да Есть искроцвет Это именно то Что нам нужно На следующем ходу Колдую победу На следующем ходу Ребят Колдую нам победу Будет очень больно Будет очень страшно Будет очень пардынский Даже несмотря на то Что и я И мой оппонент За альянс Так А знаете Вообще Он меня переиграл Сейчас максимально И причем Он сделал это Супер красиво Ребят Он сделал Это настолько красиво Что я сейчас Немного даже в шоке Он просто взял И забил максимально На мой стол Я конечно Симкарт залутаю Без проблем Если там какая-то Зачистка пойдет Но пока Мой расчет Например Идет исключительно На то Что я сделаю На следующем ходу Искроцвет Сейчас подожди Как я буду делать На следующем ходу Подумаю Подумаю Нет Я буду делать Лунное затмение Искроцвет Безразмерную сумку В пятерку С надеждой На то Что мы с вами найдем Одеревенение Чтобы залетали С этого гафа Потому что Пока Не на очень жестком Позитиве сидим Все-таки Стол у нас В Не самых сильных существах А это парад планет Ну я так и думал На самом деле Вот это Вот так вот Вот так вот Чтобы меня переиграли Я честно Вот Это последнее Это последнее О чем я думал Причем даже драктар сейчас не сработает Ведь он Ведь он Короче говоря Вы поняли Есть гаф Гаф нам 100% Здесь нужен Вот это интересно Это интересно Вот это интересно Матчап Ноль из одного Так как там была перегрузка Ну а за счет гафа Искроцвета Который Компенсирует Свою стоимость И безразмерной сумки Которая по факту Тоже может дать нам Неплохо так Вэлью Так как мы будем раскапывать В ноль А в ноль Там есть заклинание природы Ни одного заклинания Не говоря уже о природе Интересно Но есть еще небольшая природка И тут Мы должны уже Засолить Этого Гафа Нет мы оставили ему 2 хп Господи Это из-за того что Раскопал какую-то грязь просто Кошмар И он сейчас может вообще Без проблем камбэкнуть Ребят Одна анакондра И мы все И мы все Ну гаф в сделку не сходил Не входил конечно Но анакондра как бы там Все еще котируется Заклинание какое-то Окей Так Просто из-за того что Стола слишком много Понимаете вообще Иронию эту Парадокс строгов Когда их слишком мало Плохо Когда их слишком много Плохо Хорошо Наберем картонок Картинок Картонки плюс картинки На месте Наконец-то Ну короче так Все-таки Трог подкачался И смог ГГ Что ж ребят Ну и на этой победе Над Целестиал Друидом Геймплей подходит к концу Если геймплей вам понравился Даже несмотря на то Что он был довольно-таки Грязненьким Для того чтобы открыться В новой мете То ставьте лайк Я буду очень благодарен За лайк За поднятие ролика В рекомендации Большое вам спасибо За лайк За просмотр И за комментарий Что думаете По поводу вот этого Знаете Все вокруг да около Считают что нужно Нерфить чернокнижника На сове Но тут такой вот Вырисовывается друид И задает вопросики А не нужно ли Нерфить трога В первую очередь Делитесь своим мнением В комментариях А код колоду Вы конечно же Сможете найти в описании И в моей группе вконтакте Огромное вам спасибо За просмотр А за микрофон Был как всегда плагиат И конечно же Увидимся на следующем стриме Кстати приходите ко мне На стримы твича На 50 тысяч фолловеров Обязательно что-нибудь придумаю И на стрим на ютубе Но если у вас колокольчик стоит То вы сразу же Будете в курсе До скорых встреч И удачи в ладоре Субтитры сделал DimaTorzok